сегодня попробуем очень так сказать сжато очень концентрировано разобраться в том что такое длительности как они считаются в музыке и вообще что с ними делать без воды все очень концентрировано поэтому захватите с собой какой-нибудь записную книжечку тетрадочку или ручку для того чтобы записывать и конспектировать чтобы это у вас осталось итак начнем с того что люди всегда все любят так сказать оценивать и всему все изучать и измерять значит если мы хотим измерить вес мы его измеряем в килограммах и граммах то есть люди договорились между собой о том что единица измерения веса тяжести мы будем называть килограммы граммы если нам нужно измерить расстояние от одной точки во вторую точку мы будем ее это расстояние измерять в километрах в музыке же отправной счет и вот это вот единица измерения о которой люди договорились друг с другом называется доля вот одна доля и что она означает одна доля это вот такая вот четверть то есть это черная нота с палочкой это единица одна доля приравнивается к одной доли называется четверть ставьте на паузу записывайте я иду дальше далее если нам нужно допустим больше какая-то единица то у нас возникает уже половины и в этой половиной две доли это то же самое как в одном километре сто метров то же самое и в одной половиной только две у нас уже четверть две доли и она рисуется вот так вот белая нотка с палочкой кстати палочка называется штиль более крупная это целое тут у нас мы видим уже просто кружочек такой пустой и эта нота содержит тебе четыре доли и у нас получается такая матрешка 421 все как бы кратно двум перри можете не спросить а скажи валь четверть можем разделить конечно же можем и если мы делим четверть то есть одну единицу напополам у нас возникает 05 и 05 вот такие черные нотки с хвостиком называются они восьмые и они у нас так как бы по 05 так и маленькое уточнение о том что если мы в произведении в инструментальном произведении видим нотки с хвостиками и их много допустим 2 3 4 то композитор их часто просто объединяет сверху а вот таким вот домиком и таким пал такой палочка для того чтобы их сгруппировать и чтобы не было вот этого вот забора с хвостиками просто это так удобнее именно в инструментальной музыке в вокальной музыке немножко другие законы но мы не трогаем вокальную музыку мы занимаемся только инструментальной музыкой теперь когда мы видим вот эти вот все длительности одну долю мы можем считать раз и вот это вот целое мы можем считать раз два три четыре четыре доли но когда у нас в произведении появляются восьмые тут начинаются немножечко такие заковырки мы же не будем считать допустим если у нас идут четыре восьмых порядку мы же не будем говорить 0 5 0 5 0 5 0 5 и тогда музыканты разбивают долю на две половины и этой доли дается цифра и буква и и мы уже считаем одну долю не просто раз а мы ее делим на раз и почему и меня недавно спросила моя ученица я вам честно скажу я не знаю почему и вместо и можем вставить любой слог смораста два то три то хоть раз дом 2 дом 3 дом но просто все так решили что и будет более как-то комфортно произносить и тут тоже важно то что да мы будем считать долю вот эти вот раз и два и наш счет должен быть очень равномерным потому что если мы сделаем 1 b 2 b может быть тоже будет удобно ладно хорошо не буду вас путать просто имейте ввиду что мы каждой цифре добавляем и резонный вопрос вы можете сказать валь а доля как с какой периодичностью с какой частотой она сменяет друг друга если мы допустим знаем что нет собой линейки но мы знаем что пять сантиметров это вот ну допустим вот ровно столько то доля она как по времени двигается где мы это видим и именно размер доли стоит у нас самом начале произведения ведь мы же можем считать последовательность долей вот так вот раз два три четыре либо раз два три четыре раз два три четыре то есть тут самое главное скорости о том чтобы эти доли были одинаковые ну вот вопрос какой скоростью они должны как так сказать сменять друг друга это нам показывает начало произведения что мы видим четверть то есть доля равно 94 мы открываем метроном метроном вот вообще можно любой метроном нажать в поисковике ничего не скачивать какое приложение и мы здесь видим 100 да я не знаю наверно вам зеркально это все показывается и я тут нахожу девяносто четыре девяносто четыре вот видите я поставил девяносто четыре и я слушаю я понимаю что с такой скоростью у нас будут скажется доли это будет так Вот, мы узнали темп. Это первый уровень. Второй уровень, когда у нас стоит слово. Итак, музыка часто пишет какие-то свои термины на итальянском языке. Что делать в таком случае? В таком случае мы должны открыть табличку, табличку темпов. И мы должны найти это слово, обозначение. Значит, модерато. И еще модерато. Вот смотрите, она прямо в серединке. 108-120. Тут уже более такая расплывчатая, да, у нас стоит скорость. И мы понимаем, что в этом промежутке 108-120 мы и будем играть. Давайте я вам поставлю 115. И вот будет уже вот такой вот темп, да. И мы понимаем, что эту песенку мы будем играть вот в таком темпе. То есть так у нас будет четверть идти. Но есть еще другой вариант обозначения. Это когда просто стоит слово не скоро. Тут у нас открывается целое поле интерпретации. Потому что мы начинаем думать, не скоро это как. Не скоро это в отношении к чему. И тут мы уже должны подключить весь свой эмоциональный интеллект, весь наш интеллект, наши способности слышать и мыслить. И подобрать максимально точный и комфортный темп, в котором мы сможем сыграть эту итальянскую польку. Поэтому вот когда стоит такое обозначение, мы уже понимаем, что тут придется подумать. Не скоро это как. И сыграть в том темпе, в котором нам будет комфортно. И в том темпе, который будет максимально приближен к оригиналу и к задумке композитора. Так, все. Давайте заканчиваем с теорией. Переходим к практике. Значит, вот у нас доли. Нам понадобится метроном. Метроном. Значит, давайте метроном поставим на 60 ударов. На 60. Такое среднее. Кстати, 60 ударов в минуту. Единица. Вы можете, если у вас нет метронома, посчитать у себя пульс. 60. Ну, у меня пульс явно повыше. Сейчас. Потому что я активно думаю, как это все правильно вам донести. Немножко переживаю. Но вот я взяла метроном. И мы сейчас с вами попробуем потренировать вот эти все упражнения. Значит, внизу красненьким отмечено, как стучит метроном. Сверху у нас четверти. Я вам скажу, что я приложу упражнения к этому уроку, для того, чтобы вы перешли, скачали эти упражнения и потренировались сразу же. Но про упражнения я расскажу чуть к концу урока. Сейчас мы тренируемся. Итак, 4. Давайте я сделаю 4 пустых. 4 пустых удара метронома. Вот мы с вами попробовали простучать долю. Возможно, вам не удастся с первого раза четко попадать синхронизированно с метрономом. Не переживайте, это нормально. Это ваш мозг перестраивается. Все хорошо, попробуйте еще раз, а мы идем дальше. Дальше. Следующая единица – это половинная. Она уже состоит из двух ударов. То есть 1, 2. Давайте сделаем 4 пустых удара и попробуем простучать вот эти длительности. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2. Прекрасно. Следующие усложняем. Теперь уже, как называется эта нотка? Целая. Целая нотка, беленькая. И она уже идет на 4 единицы. Делаем 4 пустых. 4, 3, 2, 1. Это простые упражнения. Дальше у вас будут ждать более интересные упражнения. Мы просто сейчас стараемся вникнуть в сам алгоритм и в саму систему. Восьмушки, восьмушки. Смотрите, восьмушки я сделаю двумя вариантами. Первый вариант с и, а второй раз я буду считать без и. Вот смотрите, как это будет. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. То есть два хлопка в одну единицу. Теперь без и. И, четыре, три, два, один. Вот смотрите, каждому будет удобно по-своему. Кому-то удобно с и, кому-то удобно без и. Вот, поэтому вы сами для себя можете попробовать это сделать. Итак, давайте перейдем к домашнему заданию. Вам будет тогда так проще. Итак, вот посмотрите. Скорость метронома мы ставим на 60 ударов. Сейчас я вам объясню домашнее задание. И я прохлопаю все вот эти три упражнения для того, чтобы вы поставили на паузу видео. И потом самостоятельно попробовали проверить себя, как у вас получилось. Вот, значит, ставим на 60 ударов. Если для вас оказывается легко, увеличиваем скорость до 80, 120 или 100. Но я пока возьму 60 ударов. Можно экспериментировать. Хлопать в ладоши, отстукивать ритм. Я буду хлопать, чтобы вам было видно меня. И если вам это окажется слишком просто, вы можете поставить на фон любую музыку, как отвлекающий фактор. Желательно, чтобы она вам не нравилась. Русский рэп. Вот, к примеру. И попробовать постараться сконцентрироваться с метрономом и просчитать эти упражнения. Давайте попробуем. Я вам продемонстрирую первую строчку. Четыре удара. Смотрите, я буду каждую ноту как бы обнулять. Счетчик, либо считать, да с каким мне угодно. То есть, каждую долю мы можем плюсовать. Можем считать 1, 1, 1, 1, либо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. То есть, здесь нет размера. Вы видите, да? Здесь нету тактовых черточек, вот таких вот, которые делят нашу строчку. Поэтому мы можем считать до скольки нам угодно. В следующем уроке я вам расскажу, почему мы в некоторых произведениях считаем до трех, в некоторых до четырех. Но пока не забегаем вперед. Четыре удара пустых. Четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, два, 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 три, четыре. Хорошо. Давай я теперь второе. Четыре пустых. Четыре, три, четыре, три, два, один. Четыре, три, четыре. Четыре, три, четыре. Четыре, четыре. Четыре, четыре. Четыре, четыре. Так, вот, хорошо, давайте не буду третье сучать, чтобы не занимать время. Третье, постучите сами. Значит, что у нас еще будет в домашнем задании? Так, давайте только вот это вот упражнение, три упражнения, хотя давай, да, у нас немного домашнего задания, только вот это упражнение. Хорошо, тогда делайте скриншот и выполняйте это упражнение и скорость увеличивайте 80-100 и ставьте музыку на задний фон. Вот это будет такое единственное домашнее задание для вас. Ну, а мы встречаемся с вами на следующем занятии. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!